Самуил Леднев учится в 11 классе. Совсем скоро он покинет стены школы-интерната. Перед ним стоит непростой выбор, с какой профессией связать свое будущее. Решил, станет юристом. Уверен, это именно та сфера, в которой Самуил сможет проявить себя на 100%, несмотря на проблемы со слухом. Определиться со специальностью ему помог социально значимый проект «Учимся защищать себя сами», рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне бы и хотелось оказывать помощь людям, социальную помощь, юридическую помощь. Мне бы хотелось поступить в колледж именно в этом направлении. Я вообще так работал уже, вот и курьером, документации раздавал. Трудно было и учиться, и работать. Да, сначала надо домашние задания выполнить, тем более скоро экзамены. Трудности бывают, но старался успеть. Надо просто правильно распределить свое время. На занятиях учащиеся подробно разбирают юридические вопросы разной направленности. Этот тренинг посвящен Трудовому кодексу и предложениям на рынке труда для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Вместе разбирались, какие документы нужно предъявить, чтобы встать на учет в Центр занятости. Говорили и о гарантиях, которые дает трудовое законодательство особенным специалистам. Динамика тенденции именно и в обращении со стороны ребят с ограниченными возможностями есть. И есть рабочие места именно у тех работодателей, которые готовы взять таких ребят на временное место. Подростков в прошлом году трудоустроили мы больше где-то 180 человек именно с ограниченными возможностями здоровья. Ребят, которым от 18 до 30, около 60 человек именно на временные рабочие места. Программа рассчитана на 8 месяцев. Проект получил президентский грант. Ежегодно тренинги посещает около сотни человек. На счету организаторов уже три цикла таких семинаров. И результаты уже есть. Мы уже отметили, что вот каждый год как-то мы более грамотнее становимся с детьми. И детям более интересно работать с нами. И еще что мне очень нравится, понимаете, вот администрация школ, вот всех школ, вот всех трех школ, да, они тоже заинтересованы в том, чтобы вот такой факультатив дать своим детям. Чтобы они покинули школу и не были беспомощны, не умеющего плавать, кинули в море. К свободному плаванию детей готовят в самарских коррекционных школах-интернатах номер 4 и номер 117, в Тольяттинской номер 5. Принять участие в образовательной программе могут в том числе и родители. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.